Более 9 часов пожарные пытались спасти собор Парижской Богоматери. Все это время люди по всему миру следили за прямой трансляцией пожара. После появления новостей о возгорании, Дональд Трамп стал одним из первых, кто прокомментировал случившееся. Ужасно наблюдать, как горит Нотр-Дам в Париже. Возможно, было бы использовать пожарную авиацию. Надо действовать быстро. К совету Трампа французские власти не прислушались. Тушить пламя с помощью вертолетов пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Комментариями в Твиттере американский президент не ограничился. В Миннесоте, куда Трамп прибыл с визитом, он также высказался о трагедии. Мы были на связи с Францией. У них случился ужасный, ужасный пожар. Увидеть такой пожар, как Нотр-Дам, довелось немногим. Это одно из главных сокровищ мира. Нотр-Дам, возможно, более велик, чем практически любой музей в мире. И сейчас он горит. Я там был, я его видел. Возможно, в мире больше нет такого собора, как этот. Это ужасное зрелище. Выразить свои слова поддержки французскому народу поспешили и другие представители американского истеблишмента. Среди них спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама. Нотр-Дам веками был бьющимся сердцем религии и культуры, вдохновляя всех, кто его посещал. Кадры пожара, душераздирающие. Люди Парижа и Франции, знайте, Америка с вами. Мы думаем о народе Франции в эти минуты скорби. Это в нашей природе горевать, когда мы видим, как теряем историю. Но это также в нашей природе возрождать ее ради будущего. Обещание восстановить собор президент Франции Эммануэль Макрон дал спустя несколько часов после начала пожара, объявив о начале кампании по сбору средств на реконструкцию. На данный момент самую крупную сумму пожертвований предложил французский бизнесмен и богатейший человек Европы Бернар Арно. Президент группы компании LVMH и его семья объявили, что выделят 200 миллионов долларов евро на восстановление собора. Эта трагедия задевает всех французов и всех, кто дорожит духовными ценностями. Столкнувшись с ней, каждый хочет как можно быстрее возродить этот драгоценный камень нашего наследия. Семья Арно и группа LVMH в знак солидарности с этой национальной трагедией присоединяются к реконструкции этого необычайного собора, символа Франции, его наследия и единства. В США тоже призывают оказать Франции финансовую поддержку. Нью-Йоркское общество французского наследия и платформа GoFundMe одними из первых предложили помощь в восстановлении собора, создав в интернете страницу для сбора средств. За всю свою многовековую историю собор Парижской Богоматери пережил много испытаний. Во время французской революции здание собора хотели снести. Множество скульптур, статуй и других декоративных элементов были разрушены. После выхода романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» в 1831 году парижане наконец оценили архитектурное сокровище своего города и задумались о его реставрации. В результате собор стал самым узнаваемым образцом готической архитектуры. Сейчас, после случившихся событий, ему предстоят масштабные восстановительные работы. Но это лишь означает, что пожар 15 апреля стал лишь частью истории Нотр-Дам, но не ее концом. Карина Бафраджан, Анатолий Кошенко. Настоящее время Америка. Вашингтон.